вот у меня лежат сложенные лицом к лицу две ткани хлопок и плюш у плюша ворс направлен вниз и поэтому я буду эту сторону сшивать сверху вниз также сошью потом противоположную сторону а потом по очереди две оставшиеся так вот так вот иголочкой я подгоняю плюш под лапку если я этого не буду делать вот смотрите то плюш начнет вот такой вот складочкой собираться и вот я к галочке приду и у меня соберется вот такая складочка из-за которой получаются такие вот защиты как бы такая волна на плюше и поэтому надо ее плюшу так вот иголочкой как вперед проталкивать под лапку и тогда все у нас будет хорошо я прошила две ткани соединила с началой по направлению ворс далее третью сторону я сначала на нижний транспортер вернее я положила стороной плюша а по ткани верхнюю по хлопку я сшила это я делаю для чего для того что нижний транспортер слегка всегда присбаливает ткань нижнюю и я воспользовалась этим эффектом чтобы у меня плюш не растягивался вот так а наоборот присбаливался и поэтому у нас получилось хорошо теперь мне нужно прошить четвертую сторону и для того чтобы тоже это сделать ровно я вот вот так вот ткань сгоняю к этому краю руками и скалываю иголочками можно почаще сколоть и теперь я буду прошивать тоже вот таким же образом положу вот так вот под лапку и прошью вот видите вот такая вот свобода плюша за счет того что здесь вот эти пупырки и за счет того что вот ткань сама по себе вязаная рыхлая она не ложится ровно-ровно на нижнюю ткань и даже если я ее буду туда подталкивать иголочкой все равно будут вот такие вот заломчики собираться сейчас я покажу что будет если я буду переверну ткань наоборот и буду шить вот по этой ткани какой получится эффект для сравнения вот а теперь я шью по хлопку и плюш у меня находится снизу плюш продвигает нижний транспортер нижние зубчики и поэтому он собирается складочками видите шитье получается более ровно даже вот здесь вот видна свобода сейчас я по ней пройдусь прошью и транспортер сам за меня сделает всю работу так друзья ну все я сметала по тайным швом честно говоря даже сама сейчас не смогу найти где я зашила эту дырочку а вот сейчас приступаем к отстрочке к отстрочке строчку я буду проводить по лицевой стороне шириной шириной скотча ширина скотча 2,5 сантиметра для больших идеал одеял конечно надо использовать вот такой пошире скотч 5 сантиметров на мой взгляд это самая оптимальная ширина но поскольку у меня здесь маленькая кукольная одеялка я буду использовать вот такой маленький рассказываю зачем скотч конечно можно отстрочку расчертить и исчезающим маркером но смотрите как это неудобно по ворсу чертить где то вот попадет на шарик бывает и все равно получается недостаточно ровно и вторая причина когда мы идем лапкой по плюшу по ворсу ворс у нас тоже начинает скользить смещаться и получаются тоже такие вот складочки волны с помощью скотча этого можно избежать когда перейдем к машинке я покажу как но для этого предварительно нам нужно все таки сметать вот по примерно по той линии где у нас намечается скотч приклеиваться надо вот поближе большими косыми стежками вот вот прям сметать все три или два слоя в зависимости с наполнителем одеялка это достаточно быстро сделать лучше потратить на это несколько минут чем потом в процессе работы все у нас сместится а далее мы берем просто наклеиваем наклеиваем наш скотч и сейчас будем по нему сшить вот лапка у меня идет по скотчу а иголочка рядышком втыкается в плюш таким образом неудобно ориентироваться по краю этого скотча получается ровная линия и плюш видите он не собирается и не скользит единственный момент остатки клея могут наклеиться на подушку лапки но тогда нужно протереть ее чем-то спиртовым я протираю спиртовыми вот такими обычными все вот так ну все мы прошили со всех сторон теперь будем убирать скотч а тут маленько он пришел ну ничего страшного я уберу я хотела показать что на самом плюше это никак не отразилось вот вот он так же вот его пригладить потом по ворсу можно отдирать в сторону ворса так по направлению ворса а там где поперек приклеено там уж как получится вот вот отдирается все видите в общем-то ничего хуже не становится вот а теперь вот эту вот наметку просто удаляем ну и можно потом в конце чтобы ослабить напряжение этой строчки немножечко потянуть во все стороны ну и переутюжиться пока опять же не горячим утюгом с обратной стороны так вот у нас получилась совершенно чудесная одеялка показываю какая получилась ровная строчка ровный уголок благодаря скотчу и в общем-то достаточно быстро я это сделала не нужно было мне с линейкой отмерять все ровненько и четко надеюсь мой мастер-класс был вам полезен и вы сошьете себе такие же чудесные клюшевые одеялки теперь у нашей сладкой коровки будет свое персональное одеялко о том о том как нет Продолжение следует...